Только накануне в нашем эфире появился материал про компанию Кэшбэри, которая, как выяснили в Центробанке, на деле оказалась масштабной финансовой пирамидой. И вот уже сегодня филиалы этой конторы начали активно закрываться по всей России. И не только. А наш корреспондент Антон Лядов попытался пообщаться в Москве с сотрудниками Кэшбэри. Правда, при виде съемочной группы, вроде бы обычный консультант неожиданно превратился совсем в другого человека. Объясните, что делать людям, которые сейчас разорятся. Хватит тебе. Ну что ты? Чёртка, чёртка. Осторожно, осторожно. Осторожно, ну а чёртка. Человек, отталкивающий нашу камеру и убегающий по подземному переходу, сотрудник, который консультирует клиентов и предлагает вкладываться в Кэшбэри. Показывает явно самодельное удостоверение, похожее на значок ФБР, на котором читается надпись «Специальный эксперт» и даёт понять, с ним шутки плохи. Если это появится, у меня как бы нормальные все друзья. Даже после того, как Центральный банк назвал организацию финансовой пирамидой, этот эксперт рассказывает людям, что вкладываться в Кэшбэри не только можно, но и нужно. Говорит, вкладчиков уже больше миллиона. Практически центр Москвы, 800 метров до Садового кольца. Да, вот в этих дворах рядом с магазином товары из Индии, а также ароматы для мужчин. Согласно информации, на сайте организации Кэшбэри находился её офис. Сейчас здесь ни единой таблички, которая хоть как-то напоминает об этой организации. Спрашиваем, что будет, если вложить 100 тысяч рублей? Выбирайте тарифы, рассчитываю, это комиссионные. Прибыль обещают сколько хочешь, 300, 400, 600 процентов. По мнению специалистов из Центрального банка, деятельность этой компании носит характер сходный с финансовой пирамидой. Андрей Лучинский решил выяснить, что будет, если попытаться вывести вложенные в Кэшбэри деньги. Вложил в биткоинах, так как я живу за границей, в районе 80-100 долларов. И мне шли проценты. Решил вывести, захожу, моих денег нет. На мои биткоины было куплено Кэшбэри Коэн, это скам-валюта от Кэшбэри, и переведена на третий адрес. Что это за адрес, теперь едва ли кто ответит. Офисы Кэшбэри в регионах начали активно пустеть. Ростов. Краснодар. Подразделения компании есть и за границей. Наш корреспондент в Великобритании Александр Хабаров попытался найти представителей загадочной фирмы. Мы находимся сейчас в лондонском сити. За моей спиной огромное офисное здание, в котором, как указано в регистрационных документах компании Кэшбэри Лимитед, у нее находится лондонский офис. В этом здании работает несколько десятков фирм. Естественно, вход сюда только по пропускам, которые выдают арендаторам. На главном ресепшен нам сказали, что компании с таким названием Кэшбэри Лимитед здесь нет. И в подтверждение предоставили вот этот вот поэтажный план здания, где написаны все фирмы, которые здесь работают. Действительно, Кэшбэри Лимитед мы не нашли. Если ввести данные ОГРН этой компании на сайте налоговой и проверить их деятельность, то будет указан основной вид деятельности, деятельность в области права, а не финансовая. Это как раз говорит о том, что эта компания не намерена была заниматься инвестициями. Сегодня вы отмечаете очень важный праздник. А еще недавно организаторы на пафосных вечеринках с поп-звездами, разливая шампанское, обещали людям золотые горы. Кто готов в ближайшее время утроить свои доходы? Использовали рекламные слоганы «прими правильное решение», «стань свободным». Те же тезисы использовал бизнес-коуч из Америки Тони Робинс, который недавно собрал полный олимпийский. Сейчас делом Кэшбэри занимаются правоохранители вместе с экспертами из Центробанка. Если информация о крупнейшей финансовой пирамиде подтвердится, делом займутся следственные органы. Антон Лядов, Александр Хабаров, Анна Кулки, Елена Воронцова и Лев Сергеев. Вести.